А мне есть чего подложить? Еще один пуфик возьму. Потому что спортсмена, который на велосипедах ездит, что называется, я перевернул под таким же углом, как это. Он остался сразу же, через минуту, фиолетовый кабачок. Это капитал. А? Ну это в том числе. В том числе. Она такая бегающая, прыгающая. И несмотря на то, что я спортом, кроме большого тенниса, ничем не занималась, я все равно была безумно гибкая. То есть я могла так и на спогат поглазить, и растянуться, и все, что хочешь, могла. И руки я запросто за спиной замочком скрепляла. Вообще без... Вернулась в... В ту сторону точку. Я-то оттуда когда-то сбежала с этих каруселей, но вот теперь повернулась. После этого все. И я на всю жизнь, я сказала, у меня с вестибулярным аппаратом все плохо, я даже видеть это не могу, как вот это кружится. Держи меня в Англии все, подружка. У них там такой... Это такой вот, как катается на пирсе, и там это, она говорит, вот туда, говорит, пойдем, чтобы ты мне про самолет, говорит, потому что не рассказывала, что ты летать не хочешь. Я говорю, можно как-нибудь по-другому, но без самолета. Проходение вот этой обработки, она структурируется и становится все-таки более качественной. Так вот, вот эта черная сажа, она правильно, если поднимается, и вывести в верхние слои атмосферы, то на вот эти сажу налепляются молекулы воды и выпадают дожди. То есть, это была сложнейшая технология по вызову дождя, управляемая. И для того, чтобы этим управлять, нужно войти в состояние невыганности вверх. То есть, тому, кто это делает, он должен войти в определенное состояние благости и раскрытия. Вот то, которое сейчас было, когда пели. То есть, видите, не обратили внимания на лица людей, кто уже там находится в этом состоянии? То есть, у них становятся блаженные лица и в то же время они веселые. Вот это состояние раскрытия в благости. Так вот, если вся группа входит в состояние раскрытия в благости, то и шаману легче войти в это состояние благости с большим объемом мощи и легче тогда воздействовать на вот эти энергетические потоки, которые создадут определенную структуру поднимающегося дыма, который это вызовет. Вызовет дождь. Вот эта традиция, естественно, я думаю, большинство людей, которые туда даже ходят гадами, сейчас спроси, что там происходит, они начнут рассказывать там, ты скажешь, какое практическое было применение. Так вот, был еще интересный эффект замечен. Те, кто входили в коллективном поле в такое состояние, у них запускался процесс оздоровления. То есть, они не только дождь вызывали, они еще и здоровее становились. И поэтому возникла некая традиция. Поэтому здесь, там есть еще целая куча всяких принципов, единственных, где каждый цвет является породителем следующего цвета, и в то же время он сам может быть порожден комбинацией других цветов. То есть, вы как бы рождаете сами себя. Вот при объединении вот этого цвета и этого родится глубокое. При объединении синего и красного родится пурпурное. То есть, соответственно, дальше можно опять их раскладывать или объединять, и будет все рождаться. В результате все приходит к белому цвету. Или к его противоположности, к черному. Но вот эти все вариации, это как раз таки то, как мы можем внутри себя, сами из себя делать все, что мы захотим. Здесь очень важен вот этот принцип. И блокировки позвоночника. Вот тогда у вас может начать сортуверенная, более качественная энергия жизненная. И это даст возможность вам делать определенные изменения у себя. Вот если вот это не запустить, и так поэтапно, вы можете научиться закидывать ноги в заголовок, стеснуть зубы. Вот тоже, так сказать, выглядит тоже на занятии, где периодически выдергивают колотки, когда они приходят на дневная консультация, и говорят, зачем уже сидишь в лодку с ноги, вот так, смог ноги закинуть ему? Я говорю, ты закидываешь, но ты себя травмируешь. Почему? Ну, потому что нельзя ноги складывать в лодку с при неотпущенном пояснице шеи. Шею сначала отпусти, расслабь. Поясницу. То, что уже кто-то может сложить ножки в лодку, я вот всегда смотрю, там фотография наших намоявленных йогов. Вот они сидят, ножки уже год и сложили. А коленочки-то не прижаты. А для лица-то видно, что они не расслаблены и не в гладости. А толк вот этого. То, что они себе коленки выворачивают, ну да, полетят на низкие. То есть, это травмирует тазобедренный сустав, поэтому есть четкая последовательность. Отпустил мозги, отпустится поясница. Отпустится поясница, смотришь шею, она с тазобедрена. Мозги не отпустил, ничего не получится. Поэтому вот эти вещи, они как раз-таки и прописывались. У нас все время у меня довольно-таки такая, ну, как-то завтрак. Да. Все. Да, вы помеете, вы будете. Это же не просто камерф, это уже как-то... Внутри кейти как раз начинают играть вот эти мышцы. Вот почему женщина, которая... Потому что вы только ноги копать начали двигать, а вам нужно полностью, чтобы у вас все и в руки переходило. И представьте, что у вас в руках шишки. Шишки руки. И вы этими энергетическими руками еще по сторонам, вот так, по полу, вы крутите. Я громко не умею. Дома ходишь и поешь. У тебя как грудная клетка будет вызываться. Вот у всех, у кого детишек, у кого астма начинается там, туберкулённые гиперцессы, я вообще родителям говорю, ребята, заставляйте, чтобы они дома, научить их, вернее, надо заставлять, чтобы они ходили и пели, открывай грудину, и купите матрас на дурной, и пускай не бывает. Чтобы какой-то приз у них будет. На пару секунд быстрее надул, чем вчера, все, получи там приз себе. Шайки, это прекрасно. Субтитры сделал DimaTorzok